Две интересные темы вы подняли на конференции. Это 5 звезд, проект новый. Можете ли о нем сказать кратенько в двух предложениях, что это значит и интересные моменты его? Проект 5 звезд, это проект, которым мы стремимся не столько контролировать школы, сколько дать им подсказки к действиям, что им необходимо делать для того, чтобы быть успешными в том или ином направлении деятельности. Таких направлений ключевых для школ мы выделили 5. Это набор детей в хоккей, это их развитие, это их совершенствование уже в более старших возрастах, это инфраструктура школ и то, чем школы могут отличаться в лучшую сторону от своих конкурентов. Соответственно, проект 5 звезд, это набор определенных критериев, определенных минимальных стандартов, которые мы ожидаем от школ, будут выполнены, за что они получат соответствующую оценку. То есть за выполнение каждого из стандартов по этим 5 направлениям они получат звезду, максимальное количество звезд может быть 5 и, соответственно, школа, которая выполнила все из них, она по праву может считать себя лучшей или одной из лучших хоккейных школ страны. То есть можно сказать, что этот проект также направлен на развитие детского хоккей, еще один шаг к развитию детского? Совершенно верно, детско-юношеского хоккея, самый первый критерий, на котором мы акцентировали внимание, это набор в хоккей, то есть это действительно детский хоккей, это самое важное для нас сейчас, и действительно это тот проект, который мы надеемся позволит школам более эффективно работать в сфере детско-юношеского хоккея. Ну сколько я понял, там никаких трудных условий нету, и вообще, наверное, главная цель, чтобы все школы подвести под, наверное, один стандарт, вот критерия. Верно, я вот как уже сказал, это некий минимальный стандарт, там действительно нет ничего невыполнимого, ничего сложного, достаточно просто сделать то, что мы ожидаем сделать, причем то, что нужно сделать, мы разбили на определенные, скажем так, маленькие шаги, маленькие ступеньки, которые необходимо преодолеть в течение сезона, главное это сделать, и главное сделать это своевременно. Когда все выполнено, а там ничего сложного нет, тогда и соответствующая оценка. Ну и второе направление, которое вы подняли, вот тему, да, женский хоккей, как вы думаете, насколько вот клубы верят в нее, и насколько они вот откликнутся, потому что все-таки для наших жирот это довольно такое новое направление, и такое неизведанное, может быть, кто-то скептически относится, как вы думаете? Я не думаю, что в это кто-то не верит, потому что я вижу по цифрам набора девочек, опять же, цифры того количества девочек, которые только пришли в хоккей, они из года в год растут. То есть если в прошлом сезоне мы говорили об общем количестве девочек, девушек, занимающихся в стране, порядка 50 человек в спортивных школах, то сейчас мы говорим уже о 109 хоккеистках. Соответственно, поскольку это количество растет, это значит, что когда девочки приходят в хоккей, как минимум они не получают там отторжения на стадии набора. Да, клубам необходимо, школам необходимо на некоторых этапах помочь, в том числе организационно, дать им возможность предоставить девочкам возможность соревноваться, предоставить им возможность тренироваться. Но в принципе я уже понимаю по цифрам, по тому количеству девочек, которые приходят, что отторжения, по крайней мере, в большей мере они не получают. Теперь необходим определенный промоушен, определенное стимулирование женского хоккея для того, чтобы девочки, их родители увидели, что это все всерьез, что это все не шутки, и что хоккей – это нормальный вид спорта для девочек не хуже, чем другие. Можно сказать, что мы, по сути, прошли первую стадию, первые шажочки, вот этого принятия, вот этого того, что в Беларуси может быть женская сборная, могут быть женские команды, и клубы уже в этом направлении двигаются, можно сказать, что у нас динамика. Да, совершенно верно, динамика положительная, количество девочек в стране растет. И реально ли, что когда-нибудь сборная Беларуси женская сыграет на чемпионате мира? Ну, мы все в этом верим, конечно.